Всем привет, ребята! Я очень рада приветствовать вас в своем канале. Если вы впервые, то скорее подписывайтесь прямо сейчас и не пропускайте новые видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка под каждым видео в описании. В общем-то, сразу хочу сказать, не обращайте внимания на мой голос и, возможно, на мой внешний вид. Я сейчас немного приболела и сегодня в школу не пошла. Вообще, эта неделя такая больная у меня, но тем не менее, я для вас снимаю новое видео. Скажу лично за себя, что я вечно в поисках различных способов, как накрутить волосы, как выпрямить волосы, какие-то интересные новые лайфхаки, способы и проверки. И также часто снимаю видео на эту тему. На моем канале есть отдельный плейлист с волосами, где я проверяла способы накрутки на носки несколько способов, накрутки на трубочки несколько способов различной, маски для волос, рассказываю про свой ход за волосами и все-все-все про мои волосы. А у меня они, как видите, достаточно длинные. В общем-то, сегодня мы будем проверять, что лучше. Накрутка волос на плойку, вот такая вот плойка, которая у меня появилась с началом 2021 года, или же обычные косички, колоски и вот такой вот обычный способ накрутки волос. Точнее, не накрутки, а создание вот таких волн, beach waves, называйте, как хотите. Сразу напишите в комментарии, какой из этих способов сейчас на мне, косички либо плойка, и в конце видео вы это узнаете. Итак, я буду сравнивать эти два способа по количеству времени, который я на это потратила, по состоянию волос, по тому году, насколько это портит или не портит волосы, как это хорошо держится, как это выглядит. Поэтому сначала я хочу начать с косичек. Я буду заплетать 4 косички, 2 с этой стороны, 2 с этой стороны, и можно заплетать колоски, там рыбий хвост, чтобы волосы были кудрявые аж отсюда по всей длине головы. Так что погнали приступать к этому способу. Все, что мне нужно сделать, это сначала пройтись мокрой отческой по волосам, но не настолько, чтобы они прям были полностью мокрые, а слегка влажные. Дальше я разделяю волосы на 4 части, можно на 2, и начинаю плести косички. Примерно равное это все должно быть, но там, в принципе, не особо это важно. Также можно заплести колоски, результат будет получше и покрасивее. Можно бы ходить с колосками и через день расплести. С этими волосами я отправляюсь спать, заняло у меня это 15-20 минут, и на утро я это все уже расплетаю. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, это то, что у меня осталось после дня хождения с этой прической, после косичек. И, в принципе, результат, как обычно, но, я думаю, сами видите, не особо что-то волнистое. Где-то более волнистое, где-то менее волнистое. И, если что, голова у меня как раз сегодня третий день после мытья. И сейчас я иду ее мыть. И буду ее после этого сушить и делать волны на плойку. Как вы понимаете, на плойке все держится лучше, но мы это проверим чуть-чуть позже. Итак, вот такой вот результат у меня получился на косичке. И теперь мы будем пробовать накрутку волос на плойку. Вот такая вот у меня плойка фирмы Babyliss. Babyliss, самая популярная фирма. Это не реклама, это просто рассказываю. Если я найду и вспомню, как называется этот сайт, на котором я заказывала эту плойку. Он для Украины, там очень много всяких товаров, там какая-то косметика, косметика, лаки. То я вам оставлю ссылку, потому что мне реально понравился этот магазин, как все хорошо упаковано, как все сделано. В общем-то, в городе я не нашла нормальной плойки именно этой фирмы. Эта фирма, в принципе, самая известная по таким вот плойкам. Я не нашла, в общем-то, в городе ни одну плойку, которая просто продается в магазине. Это могут быть какие-то супер китайские дешманские за 300 гривен, то есть в районе 10 долларов. Они вам просто сожгут волосы, поэтому я взяла достаточно хорошую плойку. Но, тем не менее, это был подарок на Новый год, поэтому вот она у меня. В общем-то, тут в наборе есть коврочек для этого, есть специальные перчатки, там на три пальца вот такие вот. Эта плойка достаточно тяжелая, но у нее очень длинный провод, сколько тут, полтора-два метра. В общем-то, в принципе, она удобная. С каждым разом, понятно, я буду делать все лучше и лучше локоны, будете получаться все лучше и лучше. И на момент вот эти вот локоны, это, кстати, да, локоны от этой самой плойки, я делала третий раз, третий раз вообще в жизни, поэтому первый раз это было такое, второй раз получше, но третий раз, не знаю, такое тоже средненькое. Есть различные такие плойки, то есть у которых не очень большие волны, как вот эти вот тройные, пятерные, а есть те, которые прям вот такие вот, прям такие вот волны. Они потом, когда немного распрямляются, то смотрятся очень красиво и круто. Вы сами выбираете плойку, которую хотите, фирму, которая вам нравится, и экспериментируйте. Также не забывайте пользоваться термозащитой. Я всегда, если использую плойку, то я использую термозащиту, потому что волосы длинные, сжечь их не хочется. И также я использую качественные плойки, у которых хорошее покрытие, которые не сожгут и не испортят мои волосы. Давайте присыпать к накрутке волос на плойку. И сразу вам хочу сказать, что, если что, мои волосы достаточно длинные, опять же-таки повторюсь, и они очень плохо держат любую накрутку. То есть они быстро распрямляются, буквально за день, даже за пару часов. Нужно долго ходить с носками, либо с косичками на голове, чтобы что-то хорошее из этого получилось. Я туда пшикаю много лака. Перед этим могу использовать мусс для укладки. В общем-то, держится все плоховастенько. Поэтому я показываю, что есть, то есть. И, кстати, на моем канале еще есть проверка кудрявого метода. Если что, то вердикт, что лучше, что хуже, оценки я вынесу в конце. Так что давайте накрутим волосы на плойку и посмотрим, что из этого получится. Для начала я, как обычно, мою голову. Видео про то, как ухаживаю я за своими волосами. Есть в моем плодисте я с волосами. И потом, как обычно, сушу волосы. Не знаю, правильно я это делаю или нет. Но, собственно говоря, мне нравится, как мои волосы выглядят после того, как я их сушу феном. Обязательно их нужно высушить очень хорошо, чтобы не было никакой влажности. И после этого я беру термозащиту. Наношу на свои волосы и даю ей немножко подсохнуть, впитаться. После этого я уже приступаю к накрутке волос. Одеваю такие вот специальные небольшие перчаточки, чтобы защитить свои руки от внезапных ожогов, которые могут произойти, если я просто буду использовать плойку. Собственно говоря, я разделяю волосы на части, начинаю с самого низу и начинаю крутить волосы. Беру небольшой кусочек волос, беру небольшую прядку и кладу ее в плойку. Держу где-то 5 счетов и переношу постепенно так до самого низу, с самых корней до самого низу. Дальше все это кидаю назад, шикую лаком и отделяю следующий слой волос. Так делаю пока, точнее пока я не накручу всю голову. После этого я все хорошенечко закрепляю лаком и красуюсь в зеркале. В общем-то, сейчас, как вы понимаете, я сижу с волосами на крученную плойку. Мне очень нравится, как это смотрится. Иногда попадают в прядки, где волосы менее прокрутились, поэтому это где-то промее, где-то волнистее. Но смотрится так натурально, красиво, прикольно и прям вообще по-весеннему так. Ну, короче, я думаю, вы сами понимаете, что это смотрится в принципе красиво. Итак, по времени занимает, конечно, плетение косичек меньше времени. Если плести там два колоска, это будет примерно похожий вариант, но тем не менее они у меня быстро выпрямляются. Даже если я залью туда тонну лака, они все равно к концу дня выпрямятся, будут выглядеть как сопли. Хотя это, если честно, тоже где-то день-два подержится, потом такое будет легкая волна. Главное не расчесывать это все, потому что опять же таки оно выпрямится. И по времени, конечно, косички плести быстрее, но тем не менее на минут 10-15 быстрее. Если хотите более долгосрочный результат, более красивый, более интересный, прикольный. И тем не менее на плойку, я не знаю, нравится кому-то там играться с волосами, это все накручивать, делать или нет. Но мне нравится это делать, я люблю. Поэтому по времени у нас выигрывают косички. По результату. По тому, насколько это красиво. Ну, вот это вариант, который мне нравится, потому что если бы выигрывали косички, я бы не покупала эту плойку. Так что у нас пока 1-1. И по тому, насколько это долго держится. Вот это держится дольше. Я, кстати, делаю там один слой закрепляя лаком, второй закрепляя лаком и так далее. А косички, ну, как бы расплитая, закрепляя лаком. Так что 2-1 в пользу вот этого. Насколько это портит и портит волосы. Конечно, косички менее портят волосы, но если вы будете использовать термозащиту, не будете ее так жалеть, хорошо распределите по волосам, надите ей высохнуть, то с вашими волосами ничего не случится. Потому что у меня волосы длинные, и как бы если ты их испортил, то их сложнее отрастить и так далее, провести в порядок. Я не скажу, что я часто использую, где-то раз в неделю-две я могу использовать какую-то плойку, выпрямить волосы, либо накрутить. И, в принципе, они у меня в хорошем состоянии. Я особо много средств не использую, шампунь и бальзам, и все. Мою голову 2 раза в неделю, там раз в 3-4 дня. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы хотите играться с плойкой, купить ее, то покупайте плойку, экспериментируйте с волосами. Но главное, помните про их здоровье, про их внешний вид. Не забывайте использовать термозащиту. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк под этим видео, поддерживать меня в комментариях. И также подписываться на мой инстаграм. Ссылка на мой инстаграм всегда в моем описании. Всем огромного спасибо за просмотр. Дальше будет много интересных видео. Я вам обещаю. Так что всем пока-пока. Котик, 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 иди сюда. Не надо туда, ну не лезь ты туда. Иди ко мне. Иди ко мне. Управляемый кот. Если что, то этот кот не мой. Ну, не не мой, а не мой. Потому что мои коты живут на улице, а этот засранец должен пять дней жить у нас дома. Ну, мне кажется, ему кайфово. По его морде видно, что ему кайфово. Да-да-да, конечно, конечно. Как жрать, так мы любим. А как просто, так нет. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok